Вопрос от нашего зрителя. Хороший человек у вас спрашивает. То есть НЕХТА призывает к расправе, это нормально, а ЭСМОТ нет? Так что ли? Двойные стандарты. Вот что можете ответить по этому поводу? Я не могу вспомнить ни единого случая, когда этот телеграм-канал призывал к прямым расправам физическим по отношению к идеологическим противникам. Именно в этом и есть разница. Сторонники Александра Лукашенко и система госпропаганды, в том числе Министерство внутренних дел, которое контролируется у Лукашенко, прямо призывают к расправам, к физическим расправам по отношению к своим политическим противникам. И в этом случае мы говорим о двух совершенно разных ситуациях. Подобные меры немыслимы в современной Европе и являются абсолютно недопустимыми. Вопрос по поводу влияния государственных СМИ, потому что вы как раз упомянули крупнейшие холдинги. Насколько у них большой охват? Потому что даже по нашему каналу мы можем сказать, что у нас миллион заходов из Белоруссии в месяц. То есть из 9-ти миллионной страны миллион. Что касается влияния провластных холдингов, насколько их много смотрят и слушают? Я думаю, в первую очередь мы можем говорить об уровне доверия, потому что, с одной стороны, просматриваемость канала не обязательно обозначает то, что его поддерживают, либо то, что ему доверяют. В мае прошедшем вот... Было отмечено, что... Нет, этого года, 2021-го, было отмечено, что в топ-5 на первом месте в Ютубе находится на первом месте телеканал БелСад, на пятом месте телеканал АТН. Это одно из подразделений Белтелерадиокомпании, которое как раз занимается пропагандистскими проектами на протяжении последних 15-20 лет. Так вот, Ютуб-канал АТН является лидером по дизлайкам и лидером по количеству комментариев, которые в большинстве своем негативные. Можем ли мы говорить о том, что у АТН есть влияние, есть просматриваемость, но при этом нет доверия, нет поддержки? И точно такая же ситуация касается всех остальных государственных телеканалов. АТН находился на пятнадцатом месте в Ютубе белорусском в апреле этого года. По каким-то причинам произошел вот этот скачок за май. Пока сложно говорить, почему именно это произошло. Я думаю, что в ближайшее время на сайте инфополиси БИС, который как раз предоставляет эти данные, будет разбор полетов, что называется, и там расскажут, почему случился такой скачок. Но в целом сотрудники государственных телеканалов и сами государственные телеканалы являются одним из наименее... являются людьми, которым доверяют менее, чем всем остальным. В начале этого года, 2021-го, было опубликовано исследование, в котором сотрудники негосударственных СМИ оказались группой людей, доверие которым наиболее велико в Беларуси. То есть они оставили за спиной католическую православную церковь, армию, МВД, которая находится просто в самом низу этого списка, и прочее, прочее, прочее. То есть доверия государственным медиа и государственным телеканалам нет. Если говорить об аккаунтах, про лукашенковских групп в соцсетях, таких как Инстаграм и Одноклассники, опять же, они значительно отстают от Инстаграм-каналов и групп в Одноклассниках представителей Светланы Тихановской, Координационного совета, просто людей, которые поддерживают демократические перемены, мы наблюдаем последние 10 месяцев страну, в которой господин Лукашенко, захвативший вооруженным путем власть совместно с силовиками, находится в одной стороне, скажем так, противостояния. Есть небольшая группа людей, которые поддерживают их. Мы можем говорить о том, что 10-20% поддержали Лукашенко на выборах. Многие из них сделали это принудительно, многие из них сделали это по разнарядке, а за многих вообще никто не спрашивал, и за них проголосовала избирательная комиссия. 80% людей были против Лукашенко. Это не было голосование зачастую за Тихановскую, как идеального кандидата. Это было голосование против Лукашенко, который всем надоел и ухода которого добивается вся страна. Еще пишут наши зрители, Себастьян в частности, он такую реплику, что Анехта разве не выкладывала адреса силовиков? И в связи с этим вопрос, как вообще оцениваете это с точки зрения медиаэксперта? Вот такую информацию должна ли она быть опубликована? Может ли она быть опубликована даже в такие сложные периоды? Достаточно сложный вопрос, потому что он задевает составляющую личную и составляющую личной информации этих людей. При этом важно отметить, что в условиях, когда в стране не работает закон, и Лукашенко говорит иногда не до законов, он должен быть так же, как его подчиненные, готов к тому, что закон не работает в обе стороны. Поэтому мне кажется, что я не тот человек, который может комментировать правомерность такого решения, но то, что подобная реакция была абсолютно естественна и предсказуема, это да. Если говорить о телеграм-канале Нехта, потому что вот как раз мы нередко с нашими экспертами говорили на эту тему, многие говорят, ребят, не надо воспринимать Нехту как журналистский канал, это что-то другое. Ну там, активисты, политики, оппозиция, организаторы, координаторы. Как вы вообще оцениваете этот канал, если так, опять же, как исследователь посмотреть на эту историю? Это интернет-активизм в чистом виде. Мы не можем говорить о канале Нехта как о журналистике, потому что есть определенные стандарты журналистики, в том числе баланс мнений. Мне кажется, что у этого телеграм-канала нет необходимости поддерживать баланс мнений, потому что перед ним стоит совершенно другая задача. И канал Нехта в этом смысле выполняет ту функцию, которую должны были бы выполнять в правовом государстве лидеры политических партий, лидеры общественных движений, «you name it». То есть вы назовите тех людей, которые могли бы в законном порядке исполнять это, когда белорусские оппозиционеры, активисты, любые противники Лукашенко оказываются в тюрьме, то необходимость в таком канале возникает сама собой. Это естественная реакция людей, которые оказываются лишены всех мирных возможностей, высказывают свой протест, и всех мирных возможностей открыто модерировать или открыто координировать протесты. В Беларуси за последние 10 месяцев более 35 тысяч человек прошли через тюрьмы. Это самые большие репрессии в современной истории европейского континента. Это с 70-х годов диктатуры черных полковников в Греции. Если же говорить о масштабах арестов для Беларуси, то по мнению Олеси Беляцкого из правозащитного центра «Весна», подобный масштаб репрессий в Беларуси последний раз был в сталинскую эпоху, и это подтверждают документы, которые были опубликованы. Число арестов, которые происходили в Беларуси в августе 2020 года, превышает аресты, которые происходили в сталинском БССР, что показывает, насколько кровожаден и совершенно беспринципен этот режим, против которого люди боролись максимально мирными методами, и нарочито мирное сопротивление было главным не только пожеланием, но и требованием всех участников протеста. Люди хотели добиться мирных перемен, Лукашенко лишил их этого права. Что касается Тутбай, истории с Тутбай, с этим порталом, потому что если мы говорим о НЕКТ, все-таки понимаем, что это, как вы сказали, политический активизм, но Тутбай – это классическая СМИ, очень, кстати, сдержанная, выдержанная, его нельзя назвать нерадикальным, то есть очень качественная журналистика. Почему Тутбай впал в немилость? Почему мы наблюдаем то, что мы наблюдаем? То есть там аресты, руководство, журналисты арестованы и так далее и тому подобное? Сегодня мы можем говорить о том, что Тутбай полностью уничтожен, и на данный момент этот портал действует исключительно в формате телеграм-канала. Это несопоставимо совершенно с тем, как работал Тутбай. По моему мнению, это был один из немногих ресурсов, при этом крупнейший в стране, который исполнял стандарты журналистики, который оставался нейтральным даже в условиях, когда журналистов сажали в тюрьму, задерживали по самым надуманным обвинениям, когда их сотрудников избивали. Это удивительное качество. Мне кажется, что по опыту работы Тутбай можно писать учебник для любой западной школы журналистики. Это действительно подвиг, который совершала команда на протяжении всех этих 10 месяцев. Меня удивило, что у режима Лукашенко заняло так много времени, чтобы закрыть портал и по надуманным обвинениям бросить журналистов и менеджеров, которые были связаны не только с Тутбаем, но и с иными проектами уже умершего Юрия Зисера, крупного медиабизнесмена из Беларуси. Я думаю, что ситуация с Тутбаем достаточно предсказуема, и она предсказуема вот почему. Как я уже сказал, в Беларуси полностью монополизированы радио и телевизионные вещания. Если мы говорим о политических или общественно-политических программах, в начале 2000-х Лукашенко и его подчиненные практически полностью уничтожили рынок печатной продукции. И на сегодняшний день, наверное, я не ошибусь, если скажу, что в Беларуси издается ноль печатных изданий, которые обсуждают политическую повестку и при этом не являются какими-то подчиненными или аффилированными с Лукашенко и близкими к нему людям организациями. Веб оставался, во-первых, таким пространством, в которое Лукашенко насильно затолкал всех журналистов и таким образом волей-неволей подтолкнул к максимально инновационному развитию медиасреды в Беларуси. Но при этом сейчас веб-медиа остаются тем последним оплотом реальной журналистики, которая по-прежнему существует в Беларуси. Есть несколько веб-изданий, которые по-прежнему действуют. Вот мое представление, что тренды, которые мы наблюдаем, приведут к тому, что будут закрыты практически все крупнейшие веб-издания и люди, во-первых, более активно начнут читать Телеграм, в котором совершенно нет стандартов журналистики и нет никаких обязательств их соблюдать. То есть мы говорим тогда не о журналистике, а о контенте, который генерируют сами юзеры, user-generated content, и о интернет-активизме. Это не будет журналистика в чистом виде, но при этом есть также риск того, что, закрыв независимое издание, хунта не подтолкнет людей к тому, чтобы читать так называемые государственные СМИ, которым никто не доверяет. Люди скорее будут читать российскую прессу, российские веб-ресурсы, смотреть российское телевидение. И в этом случае Лукашенко подрывает сами основы информационного суверенитета, во-первых, подталкивая людей читать российскую информацию, во-вторых, создавая абсолютное поле медийного хаоса, в котором нет никаких стандартов, нет никакой журналистики, есть исключительно информационная война, в которой, в общем-то, мы сейчас уже и находимся. Ну что ж, мы благодарим вас, Серж Харитонов, медиаэксперт, был с нами на прямой связи. Спасибо, Серж, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. Спасибо. Спасибо.